Девочки и мальчики, всем привет! Так давно не снимала распаковки, что уже разучилась. Посылочка пришла. От Тегитепс. Только Мелисса одна не потеряла профессионализма. Мелиска всегда готова. Да, думаю, Зоненька. Да, Мелисочка только готова. Мелисочку готова посылочки принимать, распаковывать. Девочки, для дочи заказала вот такую штору. Мы с ней до моего отъезда в Москву съездили на базу, где продают шторы. И купили шторы, и уже отдали в пошив, но забирать только 15-го. И перед отъездом заказала в Тегитепс шторы. Его только что курьер принёс ещё вот с пылу с жару. Штора, я вам сейчас её покажу. Но у дочери высота... Вернее, высота потолков не знаю сколько, но сейчас у неё шторы висят... Высота 2,56. А эта штора 2,60. Они там разные-разные. И высотой до 2,80, по-моему. Или даже до 3 метров. Высота 2,60, а ширина 4 метра. То есть нам её разрезать не надо. Там было написано под лён. Рисунок под лён. Но на самом деле это полиэстер. Всё, уже она сшита, готова. Я её ждала очень-очень. Но она просто, правда, под лён. Под лён. Уже сшитая шторочка. Доча позвоню, приедет. Белоснежная, очень белая. Белый-белый. Велиться нельзя на стол. Так, стянула уже что-то. Так. Лента пришита. Просто стянуть нужно. И прицепить. Пришита очень аккуратно. Просто по краешку. Всё идеально. Просто нужно стянуть. Вот так вот. Краешки обработаны. Хорошенькая шторочка. Мы сомневались, думали, что за штора будет. Я говорю, дочь, ну если будет что-то там неладное, поедем да опять закажем. Хотя это намного дешевле. Ещё готовая мы за штору и за пошив отдали 6 тысяч ровно. Или 6500. Ну что-то ровная такая сумма была. Может 6500. Вот. А это 2800. Штора. Вот такая. Вот такая подлён. Белоснежная шторочка. Думаю, дочь будет рада очень. Посмотрим. Если будет длинновато. У Лис в доме есть портниха. Прямо в её доме живёт. Обрежет по краю. По низу обрежет. И всё. А верх уже готов. Они здесь тоже вот так вот аккуратненько опековкой, что ли. Или какой-то шов тут. Вот такой. Тут можно будет, наверное, даже самим подшить, если что. Хотя, может, у нас потолки там 2,6 есть. Ну, я довольна шторочкой. Сейчас дочке позвоню. Ну, смотрите, какая белоснежная. 4 метра. 4 метра. Или 5. Там есть и 5-метровые. Шириной. Размер. Размер 400 на 260. Всё. Девочки. Это то, что нам нужно. Аккуратненько подшито с этих сторон. Я ей сказала, доча, старую можешь не стирать. Я тебе заказала. Просто её сверни и выброси. Будет новая у тебя. Ну, вот. Она довольна будет. Так, это нам надо её затянуть будет до 3 метров. Потому что у нас ширина стены 3 метра. Высота потолков. По-моему, 2,6 в той квартире. Но штору у неё висит 2,56. Там 4 сантиметра где-то от пола. Вот так. Но я тоже не люблю сильно длинные. У меня и здесь вот от пола где-то 3 сантиметра. Вот белоснежная такая, как она хотела. У неё сейчас в комнате там такая зеленоватая висит, в большой. А в её комнате беленькая. Ну, она такая простая, вуаль. Совсем простая. Вот это интереснее. Она под лём. В Тики-Текс шторы не только вот такие прозрачные. А ещё есть тёмные портьеры от солнца. Так, вот это я тоже, дочечки, заказала. А, нет. Это я себе заказала. Это платье. Домашнее платье. Потому что я вам в своих платьях уже надоела. Им ничего не делается. Вот это платье вы на мне видите уже, наверное, ну, 3 года точно видите. Ему уже очень много лет. Так, и какие-то платья я маме отдала. Какие-то я Ларисе отправила в Москву. В них там ходила. А себе заказала вот такое. Я прельстилась сначала совсем другой расцветкой. На сайте вот этой модели 3 расцветки. И мне понравилась такая сиренево-голубо-бирюзовая, по-моему. Расцветка сначала. Захожу, а там раз и вот такой шибешик. Ну, как. И я сразу поменяла свое желание. Карманы есть. Я увидела, что карманы есть. Для меня платье должно быть обязательно с карманами. Ну, в редких случаях, если уже расцветка какая-то особенная. Ну, вот это вот мне понравилось, что у него есть карманы. И вот такая приятная расцветочка. Вот такая. На оливковом фоне вот такие нежные пыльные розы. Пыльно-розовый цвет. Примерю сейчас. Это мне. Так, а доча что я заказала? А доча я заказала вот этот костюм. Она у меня платье не носит дома. Она уважает костюмы. Футболки и бриджинуюсь. Ну, как многие, наверное, из вас. Но я вот как-то платье больше. Хотя костюмы тоже хорошо. Но платье люблю. Вот такие штанишки. Вот такие штанишки с карманами. Приятные такие. Сшиты как бананчики широкие. И они не длинные. Я думаю, ей ростовочка будет хорошо. Она у меня невысокая ростом. И к этим штанишкам. Вот такая футболочка. Она украшена тканью, что на брючках. На плечах такие полоски. Вот. И цвет приятный. Я думаю, мне даже такой пойдет. Так. Ну, я примерю, наверное, тоже. Лизе будет она свободной. Но я примерю на себя. Мне может быть немножечко тесновато. Это 58 размер. Ей, конечно, будет более свободно, чем мне. Но стирка же еще предстоит. И вот эту толстовку я очень ждала. Цвета фуксии. Она из флиса. Вот мне в поездке не хватало прямо вот такой кофточки. В моем путешествии мне не хватало вот такой кофточки. Чтобы она была легкая, быстро сохла. И была теплая и яркая. И с капюшоном непременно. Ну вот, теперь эта кофта у меня есть. Смотрите, тут вот такие нашивки. Сейчас я ее примерю. С джинсами, с черными. Так, а размер какой я заказала? Размер заказала 56. Они там есть в синем цвете. И вот такие фуксии. Ну, можно было прямо такую оверсайз заказать. 58 можно было заказать. Ну, думаю, и в 56 войду тоже. Цвет красивый, да? Цвет красивый. Вот тебе пакетик на шуши. Так, и заказала вот такой брусок для заточки ножей. Ждет. Рай! Вот такой брусочек, чтобы можно было их подточить. У меня, кстати, ножницы затупились сильно. С одной стороны более крупные, с другой стороны более мелкие. Брусочек. Сама буду ножи точить. Скатерть называется ромашки, но на ней и гуси изображены. И я эту скатерть заказала в комплекте с полотенчиками. Посмотрите, какая распрекрасная. Размер же я заказала 120 на 150. Посмотрите, какие гуси. Я совсем недавно видела кружки и тарелки вот с такими же гусями. Развеселые гуси с гармошками, в танце, с чаем. Ну, чудо. И ромашки есть, и гуси есть. Мне кажется, так хорошо будет весело на кухне смотреться. Этот комплект. И к нему набор полотенец. Здесь сколько штук? Гусь-обнимусь называется. Гусь-обнимусь. Три штуки, наверное, или сколько? Да, три штучки. Ну, разве не чудо? Вот такой гусик. Они, наверное, все разные. Ну-ка. Ну, точно. Смотрите, все разные. И у них есть петелька. Чудесные. Гусь-обнимусь. Ну-ка. На подушках лежит гусыня. Так. И еще одно полотенце. Это стопроцентный хлопок полотенчики. Робошка стопроцентный хлопок. Так. И вот такое полотенце мне еще понравилось. Это тоже набор. Вы только посмотрите. Это же прям картина. Вот такая летняя картина. Ромашки-васильки. И они тоже, по-моему, разные. Или нет? Ромашки-васильки. Ну, вот эти два одинаковые. Ну, и то, наверное, такое же. Да? Нет. Одно вот такое. И одно полотенчико вот такое. С колокольчиками. Чудо. Ну, просто чудо. Ну что, начинаем примерки. Очень довольна посылочкой. Сейчас примерю толстовку, костюм и платье. Так, девочки. Вот так на мне сидит эта толстовочка. Карманы есть. Рукав длинный. Можно даже подвернуть. Вот так вот. Прям хорошая длина. Ну, и по размеру, думаю, тоже нормально. Наверное, больше и не надо. Если еще ее под жилет, под курточку надевать, то нормальный размерчик. Вот. На мне 56. Вот так. С джинсами. Тут такая эмблемка. Ну, она просто пристрочена. Кому не надо, можно... Можно оторвать. Ну, вроде как и неплохо. Интересно. Как? Вот такой капюшон. Глубокий. Капюшон глубокий, хороший. Толстовка вполне довольна. Вполне довольна. Легонькая, тепленькая. И рукавчик хороший. Прям по мне рукав. Не короткий. Синий цвет тоже хороший. Но мне было интереснее именно Фоксия. Тепленькая такая. В поездку хорошо. Можно укутаться в самолете где-то. Закрыть шею. Если дует там от окна и от кондиционера. Так. Ну что, примеряем костюм. Другой. Домашний. Костюмчик тоже отлично сел. Лизь будет немножко длинноват, конечно. Ну, постирает хорошо в кипяточке. И подсядет. У меня длина отлично. Брючки. У меня рост метр семьдесят три. Футболочка хороша. И брючки хороши. Вот так выглядит. Хороший костюмчик. Прям нарядненький такой. Его можно как пижаму использовать. Сто процентный хлопок. Кому пижамка нужна, присмотритесь. Часто спрашиваете состав, цену и объем по груди. Там смотрите. Все. Я же на каждую вещь ссылочку оставляю. На сайте есть и размерная сетка, и описание, и характеристики. Можно подробно все изучить и знать все про каждую вещичку. Ну вот, костюмом тоже я довольна. Хорош. Так что дочке есть что забрать. И тюль, и костюмчик. Ну а теперь платье. Костюмчик хорош. Кстати, сейчас покажу платье. Кстати, когда была у Ларисы в Москве, видела, как она точит ножи. Ж-ж-ж. Что-то готовить собралась. Ж-ж-ж нож точит. Думаю, а я почему их в заточку отношу? Ну вот. Теперь буду тоже точить. Так, какая тут покрупнее? Вот эта, по-моему. Ну-ка. Или эта. Вот эта покрупнее. Сейчас будем апельсин резать. Вот этот нож у меня прям уже затупился сильно. Правильно. Ну я его так вот под наклоном держу. Давно уже я его в заточку отдавала. Прям очень давно. Сейчас посмотрим. Вот эта крупная. Обратная сторона. Мелкая. Да, вот эта прямо, она как будто шлифует. Ну-ка, девчонки. Я сегодня уже один апельсин разрезала. Ну сейчас-то я новым ножом буду разрезать. Посмотрю разницу. Жаль, что вы не видели, как он у меня. Но я уже их собиралась. Особенно ножницы. Но ножницы я поточить правильно не смогу по-любому. Они у меня уже очень тупые. Это надо к специалисту. Ну, а нож-то поточу. Ну-ка. Ой, какой. Не, острый, конечно. Конечно, он подточился. Что и говорить. Что и говорить. Ну, я так, конечно, апельсины не чищу. Это я не знаю, почему я так решила. Проверить, видимо, нож. А ну-ка, вкусный апельсин, разрезанный наточенным ножом. Ну, конечно, он вкуснее, чем апельсин, разрезанный тупым ножом. Наточить прям так, знаете, чтобы был как лезвие. Чтобы на лету всё разрезал. Я так не смогу. Но поправить нож запросто смогу. И сделать апельсины вкуснее. Вот вам ещё и мук-банк. Апельсины марокканские. Египетские вкуснее апельсины. А вот мандарины марокканские очень вкусные. Ну, эти как там. Больше кислоты в них. Но сочные. Даем вторую половинку. Обычно я апельсины нарезаю кольцами. Делаю разрезик такой вдоль апельсина. И потом кольцами нарезаю. И по этому разрезику вот так вот разламываю. Сейчас покажу. А то ведь вы не знаете, как резать правильно апельсины. Вот тут делаю разрезик такой. Вот. И потом вот так раз и всё. И мне вот так вот удобно. Удобнее всего так для меня. Вот не было бы заточки этой бурска. Не съела бы я апельсин сейчас. Есть заточка и есть мотивация съесть апельсин. Такой сочный. Надо остальные ножи наточить. Быстро закончился апельсином. Апельсин. Апельсин. Вкусно было. Ну и вот так выглядит платье. Здесь резинка на талии широкая. Карман есть. И такое оно трапецией. Юбочка трапецией у него. Кстати, в Огненске я купила шлёпанцы. Такие их можно и на пляже, прогулочные, по дому. Очень хорошие шлёпанцы. У них вот такая же расцветка. Вот такие же розочки. Представляете? Здесь, только сейчас вспомнила, но я их не привезла. Лариса мне посылочка отправит. Вот такое платье. Рукав, смотрите, по локоть. Такой удлинённый рукавчик. Вот такое платье. Они там в трёх расцветках. Мне ещё одна расцветочка понравилась, которая вот как раз на главном фото. Вот она мне понравилась. На неё клюнула, но выбрала всё-таки эту. Она как-то нежненькая такая. Всё, девочки. Вот такая была посылка. Спасибо огромное Тики Текс за предоставленную одежду, за тюль. Теперь у дочи будет нарядное окно. Ну, а вам спасибо за то, что посмотрели. Всем пока-пока. Ссылочку оставлю внизу под видео. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!